Всем привет, друзья, из солнечного Крыма. Мы сегодня приехали в Алушту, не могли пропустить этот город, курорт, потому что многие тоже сюда приезжают, многие здесь отдыхают, многим он нравится. Сегодня мы посмотрим, познакомимся и начинаем знакомство с городом как раз возле ротонды знаменитой. Эта ротонда была построена в 1951 году, после окончания войны, когда курорт только-только начинали как-то благообразить, благоустраивать. Облагораживать. И как раз построили эту ротонду, которая стала символом пляжной, курортной зоны, плюс променады и все остальное. Люди здесь встречаются и люди здесь начинают знакомство с этим городом. Поэтому мы здесь и мы начинаем прямо сейчас. Какой курорт, друзья, без пляжа и отдыхающих. Как видите, отдыхающих, несмотря на то, что уже, в принципе, сезон закончен, много здесь, городской пляж переполнен, лежаки, ну, все обычно. Смотрите, здесь какой-то странный ландшафт. То есть есть и песок, есть и камни, есть еще и дальше галька. То есть, в общем, очень странно, все намешано, но народ это не смущает. Несмотря на то, что сегодня шторм и написано, купаться запрещено, вы видите, что желающих от этого меньше не стало. В общем, вот такой пляж, друзья. Смотрите сами, решайте, потому что здесь принцип побережья достаточно большое. И можно найти себе место, я вам открою секрет, мы уже прошли очень много, пока дошли до этих ратун, вот, и видели, что народ по всему побережью загорает, поэтому всегда можно найти место, где будет вам комфортнее загорать и купаться. А пляж? Есть пляж, городской тем более. Пишите свои комментарии. Ну, не знаю, как вам, лично мне вот на таких пляжах всегда некомфортно. Во-первых, это не лечь толком, либо ты в чью-то ноги, либо в чью-то грудь упрешься. Хорошо, что если в грудь, а не в какое-нибудь другое место. В общем, друзья, не знаю, почему вы выбираете именно этот пляж. Напишите в комментариях, если кто-то отдыхал, будет интересно почитать. Идем дальше, посмотрим набережную. И у нас еще сегодня много всего интересного, потому что Алушта большая, и хочется посмотреть и открыть для себя новые места и вам показать. Ну, красивая здесь ухоженная набережная, нравится, широкая, во-первых. Нету засилия лотков с сувенирами. Оно как-то сосредоточено в одной точке и в другой точке. Там есть специальный закуток, там продают всякие сувениры, а здесь спокойно, тихо. И пока, ну, сейчас, во-первых, жарко еще, весь народ вы видели, где находится на пляже. А я так думаю, что вечером здесь много народа, все это зажигается, иллюминации. Красиво, приятно погулять морем, морским воздухом подышать. Слушайте, здесь очень классно, я не знаю, что это, сосны, пифты. Но они, видите, они как будто вот так, вот прям, вот такие лапы у них большие, и они как будто так к морю тянутся. И создают тенек для тех, кто на скамеечке сидит. Прикольно, никогда раньше не видел прям такие массивные, чтобы были лапы. Взмахнув своими ангельскими крыльями темного ангела, я сегодня весь праздничным, вот. Идем дальше. Хотел сказать про погоду. Смотрите, сейчас конец сезона, уже конец сентября. Погода теплая, но не жарко, кстати говоря. Вот не ходишь потом, не обливаешься, комфортная погода, но... А сколько? 24. 24. Хорошая погода, такая вот прям, то, что нужно. А вот вечером уже, друзья, особенно вот в Ялте, допустим, да, здесь я тоже думаю, рядом с морем уже сильный ветер, поэтому, если вы в это же время соберетесь ехать отдыхать, то обязательно с собой берите ветровку какую-то, ну, либо там, худи, не знаю, кто что носит. В общем, это обязательно. Но вот шорты и ветровка, в принципе, достаточно больше. Джинсы не надо с собой. Жарко. Море сегодня неспокойное. Но, знаете, вот с точки зрения наблюдений, если вот не приходить именно купаться, а ходить и наблюдать, то вот как раз мне больше нравится, когда волны на море, потому что это более эффектно выглядит, чем когда штиль. Но люди, смотрите, опять же, я повторю, что пляж, пляжная зона очень длинная. Я не знаю, сколько мы прошли километров, вот, и люди загорают везде. То есть, и вот сейчас вы видите, они загорают на этом самом, как он называется, не камень, а плиты, плиты какие-то бетонные. И там на песке дальше, и там на пляже. В общем, каждый найдет то место, где ему удобно загорать. В общем, выбирайте, выбирайте, друзья. Все в ваших руках. Мы вот пешком загораем. Кстати, о фастфуде. Как быть на пляже и не съесть какой-нибудь там чебурек, булочку или что-нибудь еще. Вот я сейчас посмотрел чебуреки здесь. Смотрите, с говядиной, свининой, сыром отдельно. Стоит 70 рублей, а уже миксы начинают, ну, там, говядина, сыр, говядина, там, еще что-то. Уже начинается от 100 рублей. А там самые дорогие по 150 рублей. В принципе, я считаю, что это достаточно. А шарик мороженого 75 рублей. Да, в Керчи был 50. Поэтому, чем ближе к Ялте, тем ценник становится выше. Имейте это в виду, запасайтесь деньгами. И, кстати говоря, про, еще хотел вам сделать, рассказать про карточки. Друзья, карточки здесь принимают, но только именно сами карточки. То есть, Apple Pay телефоны здесь не проходят вообще нигде в Крыму. Но лучше, конечно, берите с собой наличные. Так безопаснее и уж точно не прогадайте. Как и говорил вам, сувениры сосредоточены здесь, вот, если со стороны города идти, то они сосредоточены все в одном месте. Вы прямо идете сюда, там целые аллеи, магнитов, кепок, шарфов, всего, что хотите, полотенец. Вот так вот. Поэтому не останетесь, не у дел. И, кстати говоря, очень удобно, что они вот так по набережной не раскиданы, а все в одном месте. Пришел, сгупился и ушел. Как обычно, идем-идем. И заметили табличку на доме, что в этом фильме снимался кавказская пленница Гайдая. Но мы что-то вдвоем подумали и не смогли вспомнить, какой именно эпизод здесь снимали. Поэтому ждем ваши комментарии. Пишите, чтобы нам было ясно. И потом, может быть, всеобщие подсказки нам определят, что же здесь снимали. И мы будем очень этому рады. А пока. Почему ничего не труб? Конечно, мы не могли вас оставить без вкусного поедания пищи нами. А вы будете смотреть. Мы, как всегда, нашли столовку, сравнили цены. Цены чуть выше, чем везде, где мы питались. Но посмотрим, насколько общество сейчас в счет выйдет. Потому что непонятно, что мы возьмем, что сегодня захочется. Но тут есть борщ. И я здесь его обязательно опять попробую. Вперед. Ну, как и ожидалось, ценник получился больше. Натем мы тратим обычно. А на двоих 989 рублей. Ну, потому что я взял попробовать рапану. Я хотел это сделать еще где? В Керчи? Нет. В Судаке. Но в Судаке мы не попали. Поэтому я взял здесь попробовать. Ну, и овощи тоже оказались на вес. Поэтому там цена дорогая получилась. Овощи 295 рублей. Дорого. Видите? А, правильно питаться не выгодно. О, это я не буду. Борщ нормальный. Кстати говоря, первый раз в жизни попробовал рапана. Они такие прикольные. Похожи на тальма. Но такие прям мясо-мясо. Вкусно. Если не пробовали, попробуйте. Мы машину оставили далеко. Идти нам минут 15, наверное, 20. Поэтому решили, что увидели. Вот есть такие автобусики. Решили на них прокатиться. Стоимость 100 рублей с человека. Наша любимая музыка. Вот мы и доехали. Ура, ура. Быстро. За 2 минуты. Опехали бы мы сюда, конечно, минут 20. Вот, смотрите. Здесь тоже есть места для загорания и купания. Потому что здесь по всему побережью находятся пансионаты, разные санатории, отели, в общем, гостиные дома. И здесь тоже камни и галечный ход моря. Шторм, опять же, по-прежнему не закончился еще. Поэтому, ну вот я, как я сказал, он очень длинный. Поэтому места всем хватит. Приезжайте, загорайте, купайтесь. А мы с моря отправляемся в горы. Потому что там есть кое-что, что мы хотим посмотреть и вам показать. Поехали. Новые острые ощущения нас сейчас ждут. Друзья, мы приехали на гору Демберджи. И здесь находится долина привидений. Вот эти скалы, они как бы, если на них смотреть, то они там, можно увидеть в них людей. И каждый раз, в разное время суток, они говорят, что меняют там свое. У кого-то улыбка может появиться, кто-то расстроится. В общем, свои очертания меняют. Все зависит от того, как свет туда падает. Поэтому мы сейчас идем туда, будем смотреть на эти скалы. Но не только. Потому что кинематографические приключения в Крыму продолжаются. И мы вам сейчас кое-что покажем. Вперед. При входе нас встречает вот этот камень. По легенде, все думают, что это камень, на котором танцевала главная героиня фильма «Гости из будущего». Но на самом деле это не тот камень. Какая «Гости из будущего»? Ой, «Кавказская пленница». Но на самом деле это не тот камень. Белый шар. Потому что, если вы смотрите по фильму, можно посмотреть, то она с легкостью заскакивает на этот камень. А сюда, так извините, нужно лезть и лезть. Поэтому это совершенно другое место. И здесь, кстати говоря, камень тоже кинематографический, потому что здесь снимался эпизод фильма «Спортлото-82». Когда Пуговкин выходит из-за камня, а Кокшенов ждет, когда он их прыгнет. Вот именно этот камень. Держу! Держи! Вот сюда много возят экскурсии, но мы вам проведем ее бесплатно, друзья. Нам не надо ничего платить. Просто за ваши просмотры. Это знаменитый орех, на котором сидел Никулин в фильме «Кавказская пленница». И помните, он там бросал орехов шурика. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи. Вот это именно тот самый орех. Кстати говоря, это очень древнее дерево. Ему более 600 лет. Представляете? И вот он уже начал расползаться. Возраст 176 написано. Ой, да, 600 – это будет другое дерево. Я потом вам его покажу. Да, здесь 176. И он начал распоздаться. И его даже стяжкой уже затянули, чтобы он… И запретили туда залазить. Хотя до недавнего времени туда можно было залезть и сфотографироваться, как сидел там Никулин. Так что вот так. Вот такое здоровое место. Я вот сейчас пока ехали, себя поймал на мысли, как кинематографисты ищут вот эти места. Вот для того, чтобы снять кусочек эпизод, да, эпизод фильма, нужно куда-то заехать в горы, найти вот этот орех, привезти сюда всю съемочную группу. Ну, вообще, магия кино, конечно, это супер. Тоже знаковое дерево из этого фильма. Если вспомнить, когда песня поет в Орле идет, то Никулин выглядывает из-за этого дерева, ой, Никулин, Витцин, и пескалявым голосом поет там. В общем, это вот рядом с этим деревом съемки были. А сейчас нам нужно дойти до камень, но перед нами пошла большая экскурсия. Подождем, пока все оттанцуют, и сделаем это тоже. Ну, что ж. Ну, все, друзья, я уже практически во всех фильмах снялся. Вот, поэтому самое время станцевать песню про белых медведей. Я там не помню, какие там были движения, но что-то в этом роде. Поэтому, аллюзуя, вот так собрался до легендарного камня. Надеюсь, что виды такие же, как и в фильме. Сейчас на камере. Все, друзья, мы это сделали. Там порядок. Вот так вот это место. Знаковое для любителей советского кино. В 67-м году был фильм снят, сейчас подслушал. Представляете, с того времени, сколько народу уже переходило, перетанцевало на этом камне. Но на самом деле его не так давно любители кинематуры... Отреставрировали? Нет, не так давно его нашли, потому что я же сказал, что танцевали почему-то преимущественно на том камне с лесенкой. А не так давно кто-то там заморочился и нашли именно этот камень. Ходили по фотографиям, сверяли и именно эту позицию нашли. Ну, как не так давно, лет 10 назад. Пойдем береничку пособираем. Ой, не до береники сейчас. Не до береники. Тяжелые времена. Здесь мы план выполнили-перевыполнили, поэтому идем дальше. Посмотрим куда, потому что пока сами еще не определились с конкретной точкой. Будет все неожиданно, как для нас, так и для вас. Не переключайтесь. Ну вот и новое место мы посетили. Точнее, пришли и приехали только что в него. Ну, выбирали между, потому что мы были в Живолуште и уже по направлению к Ялте, так как мы направляемся сейчас домой, я нашел прекрасный дворец. А дворцы мы любим, все это дело. Поэтому, тем более дворец Гагариной. Ну, не Полина, конечно. Полине, наверное, денег не хватит. Хотя с ее гонорарами, может быть, и хватит. Но, короче, это дворец Гагариной. Чем она занималась, что она делала? Это дворец Полины Гагариной или не Полины? Нет. Все, ты уходишь. Это не Гагариной Полины дворец, это другой Гагариной. Чем она известна и чем она занималась, расскажу чуть позже. Но дворец сам по себе очень прикольный. И, кстати говоря, его построил тот же архитектор, который построил Ливадийский дворец здесь же, в Крыму. Поэтому сейчас будем смотреть, а всю историю расскажу чуть позже. Слушайте, ну не удалось как-то мне быстренько найти никакой информации об этой княгине. Чем она была известна? Просто она была вдовой какого-то князя. Просто подарили. Просто, да, как говорится, просто подарили. Поэтому, что хотел сказать, что вот этот замок, он был построен по нынешним временам за 5 миллионов долларов. Представляете? Ну, то есть, если перевести тогдашние деньги в сегодняшние доллары, то это будет 5 миллионов долларов. В принципе, не так дорого. На берегу моря я считаю, что нормальная цена. Берем. Вот. И, смотрите, значит, у нее черепица, которая раньше была выложена крыша, она привозила из Германии. Ну, не она, а строители привозили из Германии. А потом мраморные стены привозили из Италии. Ветражи всякие привозили из Франции. В общем, все было дорого, красиво, богато. А сейчас в этом здании располагается санаторий «Утес». Друзья, все. Все вот так вот. В советские времена здесь вот сделали санаторий «Утес». Здесь несколько корпусов, но я так понимаю, что это один из административных корпусов. Зашли вовнутрь. Ну, в общем, собственно говоря, как мы и ожидали. Все, конечно, уже без мрамора и без хрусталя. Но все вот в таком вот немножко стиле. Здесь административное здание. Там наверху заведующая находится. В общем, вот так вот. Печально. Так, здесь вообще прикольно. На самом деле вход стоит 300 рублей с человека, друзья. Это не просто так бесплатно пришел и вошел. Понятно, для тех, кто живет здесь, это все бесплатно. Но вот для сторонних людей 300 рублей пенсионерам и детям скидки. Кстати говоря, очень красивые виды на море, потому что там такие скалы. Сейчас мы вам тоже снимем. Смотрите, как красиво. Красиво. На самом деле я завидую тем, кто раньше жил, мог себе позволить. Дворяне все, когда у них были такие шикарные дворцы на побережье, море. Они могли лето провести во дворце, потом перебраться в Петергоф, там или еще куда-то. Петербург, балы. Эх, разгулялся бы я. Ну, балы и балы. Балы и балы, да. А мы сейчас идем дальше. Ну вот и все, друзья. Надеюсь, что вы получили тоже эстетическое удовольствие от сегодняшнего выпуска. Потому что уж сегодня было такое разнообразие всего. И пляж, и киноместа. И вот финал мы снимаем здесь в парке при дворце, скажем так. В общем, друзья, Крым разнообразный. И мы постарались вам сегодня это показать. Надеемся, что вы оцените. Поставьте обязательно лайк. Напишите комментарий свой, не забудьте. Очень интересно, где вы были. Может быть, что-то даже нам посоветуете посмотреть. Не забывайте про хэштег. Потому что мы уже наснимали много всего. И будем снимать еще в хэштег вот так channel. По которому вы найдете все наши видео. А также все социальные сети. И ВКонтакте, и Инстаграм, и Телеграм. В общем, пишите везде. Будем общаться. На этом все. Пока-пока. Скоро увидимся. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok